Спасатели прекратили поиски девятого члена экипажа, затонувшего в водах Черного моря сухогруза. В воде температурой 16 градусов по Цельсию человек может жить порядка 8-9 часов, поясняют сотрудники Крымского управления МЧС России. Несмотря на истекшие сроки в понедельник утром, операция продолжалась. В поисковых работах принимали участие два корабля и авиация Черноморского флота. Восемь членов экипажа сухогруза удалось спасти. Их доставили в Ялтинскую городскую больницу номер один, а вчера выписали. Они пробудут на полуострове еще несколько дней, пока не будут восстановлены необходимые документы для отправки на родину в Индию и Сирию. Три человека гражданина республики Индия, шесть человек гражданина республики Сирия. Немедленно на место происшествия был направлен участок инспекции Ялтинского отделения ГИМС, а также администрации портов Черноморского бассейна. Все мероприятия были скоординированы на спасение пострадавших. Сухогруз Анда под флагом ТОГУ затонул у берегов Крыма 29 июля. Несмотря на штормовое предупреждение, он вышел из Керчи в море. По факту крушения судна следственные органы возбудили уголовное дело.